Дорожная техника Это больше двойной месячной нормы. Затем снегопад не побеспокоит нас до 28 ноября, прогнозируют специалисты гидрометцентра. Мы должны только усилить свою работу. И наша задача с вами – это очистка города от Снима. Именно очистка города от Снима. Не только автомобильных дорог, но прежде всего пешеходных дорожек, где сегодня зачастую наши хабаровчане получают травмы. Люди должны получать услугу, за которую вы получаете заработную плату. Если дорога трехполосная, то она должна быть очищена на три полосы. Если надземные или подземные переходы, то они должны быть пусты, чисты от снега и наледи. Сегодня на улице Хабаровска вышло 68 единиц снегоуборочной техники. На ночное дежурство заступят около 40. За последние сутки израсходовано больше 615 тонн пескосоляной смеси и 10 тонн реагентов. С начала выпадения осадков дорожные бригады приступили к выполнению работ по посыпке противоголовным материалом проезжей части дороги. В настоящее время выполняется сгребание и сметание снежных масс с проезжей части дороги. Все предприятия, отрасли благоустройства задействованы в выполнении работ, а также привлеченные в силу. Загружены работы сегодня и больше полутора тысяч дворников, а также сотрудников управляющих компаний. Они с утра расчищают дворы во всех районах города. Состояние на 15.00 сегодняшнего дня. У нас выполнены работы по очистке входных групп на 1276 многоквартирных домах. Очистка подъездов к площадкам для тыкова на 1247 контейнерных площадках. Ведется работа по очистке проездов на 43 многоквартирных домах. Работа продолжается. Там, где образовалась скользкость и налить, ведется работа по посыпке песчаной-соляной смесью. Хабаровчан поджидают еще и дальневосточные морозы. Холод уже затекает в краевой центр, что станет ощутимо в ночь на пятницу. Температура опустится до минус 19. В субботу присоединится сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Станет еще холоднее. Декабрь, по прогнозам, ожидается почти без осадков, а значит морозным. Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. Хабаровский край – опорный субъект Дальнего Востока. Здесь производится почти весь объем нефтепродуктов, стали и стальных изделий в ДФО, а также основная доля продукции – машиностроение. Хабаровский край входит в пятерку регионов России по добыче драгоценных металлов и является лидером Востока по производству лесоматериалов. Основное преимущество – это диверсифицированная экономика региона. Мы не завязаны только на сырьевые отрасли, опираемся и на развитую промышленность, и на транспортно-логистический комплекс. И в этом отношении занимаем ключевую роль во всем округе на Востоке. Хабаровский край – крупнейший транспортно-логистический центр Востока. И учитывая переориентацию товарных потоков и инвестиций на Восток, мы активно используем открывающиеся возможности. Экономика Хабаровского края успешно пережила ковид, и теперь в период санкций бизнес работает уверенно. Валовый региональный продукт уже достиг триллиона. Ожидается, что показатели этого года будут на 9 миллиардов больше итогов 2022-го. В полтора раза выросла и сумма инвестиций, но региону все равно нужна поддержка Комитета Совета Федерации по экономической политике. Мы вместе, и благодаря вашей поддержке, закладываем основы и условия для надежного экономического роста на десятилетия вперед. Просили бы сегодня нас поддержать в вопросах транспортной инфраструктуры, ее строительства, регулирования тарифов на электроэнергию, декапитализацию судостроительных предприятий, у нас их два. Также опыт Хабаровского края стал примером сбалансированного финансового плана. Экономическое достижение обсудили на заседании Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. В 2023-м бюджет Хабаровского края уже вырос на 13% в сравнении с предыдущим годом. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова отметила, что приоритетные направления в бюджете – это выполнение соцобязательств перед жителями региона и обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса. Первое, что нужно Юлия Васильевна и Сергея Николаевича в констатации – все-таки сказать справедливые слова в адрес Хабаровского края о том, что они хорошо работают. Все направления развития Хабаровского края, в которых нужна помощь Сената, Михаил Дегтярев обозначит в своем выступлении в Совете Федерации во время часа субъекта. По итогам сенаторы примут постановление, по которому Сенат будет содействовать в развитии региона. Александра Пескун, Смотри Хабаровск. Разрешите час субъекта Хабаровского края на заседании Совета Федерации объявить открытым. Начиная с час Хабаровского края в Совете Федерации, Михаил Дегтярев рассказал о последних достижениях и о перспективах региона. По итогам прошлого года объем капиталовложений превысил 264 миллиарда рублей. А в этом ожидается еще больше – около 300 миллиардов рублей. Все благодаря крупнейшим проектам. Это Малмышский ГОК, Амурский оловянный металлургический комбинат и Тихоокеанская железная дорога. Проложено свыше 270 километров крупнейшей в России частной Тихоокеанской железной дороги на севере региона. Она обеспечит экспорт угля из республики Саха-Якутия в строящийся морской порт Эльга. И Эльга сможет принимать одновременно четыре судна дедвейтом до 85 тысяч тонн каждая. Говорим «бам», слышим «Хабаровский край». Модернизация восточного полигона РЖД во многом происходит у нас в регионе. Штаб дальневосточной железной дороги расположен в Хабаровске. Особое внимание Михаил Дегтярев уделил теме поддержки участников специальной военной операции и их семей, помощи подшефному городу Дебальцево и работе предприятий оборонно-промышленного комплекса. С самого начала СВО весь край встал на защиту России. Мы поддерживаем наших воинов. Мы запустили производство багги, беспилотных летательных аппаратов. Мы ремонтируем двигатели для БМП. Мы выпускаем средства маскировки и шьем армейские палатки. И с мая одними из первых мы открыли по поручению президента филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Уверен, что ваша поддержка придаст новый импульс развитию нашего края. И еще раз благодарю лично вас, Валентина Ивановна, за поддержку нашего региона и наших людей. В ответном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Хабаровский край обладает рядом преимуществ. У него выгодное географическое положение, в нем выстроена крупная транспортно-логистическая сеть. Развитию способствует близость КНР. С приходом нового губернатора, команды новой, за два последних года наметилось такое позитивное движение по целому ряду стратегических для региона направлений. Мы видели многое на выставке. Мы встречались с Михаилом Владимировичем и с председателем законодательного собрания обсуждали. Действительно, это не только преимущество, но это огромный потенциал и огромные перспективы развития региона. Накануне Михаил Дегтярев и Валентина Матвиенко посетили выставку Хабаровского края, которая развернулась в Совете Федерации. На экспозиции представлены главные достижения региона, местная продукция и проект мастер-плана по развитию Хабаровска. Суммарно посчитали инвестиции вместе с частными, государственными, кредитными, разными консессионными, ГЧП проектами. Получили 850 миллиардов до 30-го года. Все это укуковали, собрали и сейчас делаем. Это и объединенные набережные, и ревитализация центра Хабаровска. Вот это наша гордость, Дальневосточный художественный музей. Он уже подписан, земля выделена, консессионер определенный. Консессионер как раз это одна из компаний, которая банна. Это сейчас Веба или нет? Для нас очень важно, что нас поддержала Валентина Ивановна и сенаторы в вопросах реализации мастер-планов Хабаровска и Комсомольска на Амуре. Это поручение президента России Владимира Владимировича Путина, а не подписаны все поручения по мастер-планам 7 ноября. И пошла сейчас как раз таки реализация. А это межведомственная работа, большая, объемная, с министерствами, ведомствами. И здесь мы нашли поддержку наших сенаторов и лично Валентины Ивановны. Большое спасибо сенаторам на самом деле за очень открытую, живую дискуссию, за действительно практически эмпатию в том, как были поддержаны запросные позиции Хабаровского края. Все предложения, озвученные Михаилом Дегтяревым во время часа Хабаровского края, войдут в проект постановления Совета Федерации. Оно будет принято после окончания дней региона и наполнено конкретными мерами поддержки для развития края. Игорь Сукачев, Смотри Хабаровск. Рельсы-шлифовальные супервагоны в следующем году начнет производить Калужский завод для железных дорог России и ближнего зарубежья. Эти подвижные составы работают от контактной сети и набирают скорость до 30 км в час. Они способны полировать в движении поверхность обкатанных рельсов, на которых с годами образовались неровности и мелкие дефекты. Это современные, уже глубоко информатизированные, можно сказать, глубоко роботизированные комплексы, которые фактически движутся по путям, ну, в том числе общего пользования в окнах, да, обнаруживают дефекты, автоматически эти дефекты устраняют, таким образом, значительно продляя срок службы, ну, непосредственно самих рельс. Это высокоскоростная рельсошлифовальная тележка с дальневосточным и сибирским характером. Ее с января разрабатывают ученые из Дальневосточного университета путей сообщения вместе с коллегами из Новосибирского вуза. Железнодорожный проект недавно слетал в Москву, где успешно показал себя на Международной транспортной неделе. Развитие транспорта немыслимо без развития науки и образования. Поэтому все отраслевые образовательные учреждения являются активными участниками транспортной недели. Кроме того, на транспортной неделе делегация ДВГУПС подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве со столичным институтом экономики и развития транспорта. Он входит в состав холдинга РЖД. Благодаря этому шагу ученые, которые работают на Западе и Востоке России, смогут объединить усилия. Проводить совместные исследования в области транспорта, создавать научные и инженерные продукты для улучшения логистики и транспортных сетей страны, обмениваться опытом и кадрами. Мы заинтересованы в новых молодых студентах, которые, наверное, генерят кучу идей. Мы будем привлекать их совместного сотрудничества. Но у нас есть, конечно, уже именитые профессора, которые помогут ему, наверное, глубже погрузиться и узнать что-то новое. Мария Шулешко, Олеся Куприна. Смотри Хабаровск. Именно в зоне высокой моды эксперты выставки приняли решение поставить только нас. Пару дней назад Инна и ее команда были еще в Москве на ВДНХ на выставке «Россия». Чтобы одежда дизайнеров представляла там Хабаровский край, комиссия из Министерства легкой промышленности проводила несколько этапов отбора. Решено было отправить коллекции трех хабаровских брендов, однако модели Инны Мировой отметили еще и на федеральном уровне. Я когда спросила, почему, и мне говорят, мы сами не знаем, представляете, вас отобрали. То есть мы стояли и стоим рядом с манекенами, с Ванитином Юдашкиным. Вот, то есть именно зона высокой моды. Фэшн-индустрии Инна с 2005 года. На большое производство решилась пандемию. Сегодня бренд Инна Мирова. Это внушительное предприятие с целым парком дорогостоящего оборудования. Пошивочный цех, раскроенный. Помещение, где творят художники. Сейчас команда колдует над созданием новогодней коллекции. Видите, как мы открываем бедро и пускаем элегантность, сексуальность, красоту. Раскрываем каждую женщину, но очень деликатно. Узнаваемость хабаровского бренда в стране и за ее пределами растет. На следующий год уже составлен плотный ивент-календарь. В планах разместить базовую повседневную линейку одежды на крупных маркетплейсах. Сейчас вовсю идут фотосессии. А что-то эксклюзивное, да, мы готовимся поехать в Москву в феврале для предзаказов уже таких вот клиентов по всей России. То есть вот сейчас у нас тут такие согласования. Это прямо совсем вперед, и никто об этом еще не знает. Раскрываем свои секретики. Это здорово, Инна. Очень гордимся. Сделано в Хабаровском крае, знаете, как на продуктах, которые выставлены сейчас на ВДНХ, логотип. Мариана Гейт, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Партию «Баги Ерофей» передали управлению Росгвардии для отправки в зону СВО. Российские военные получат четыре тактических вездехода. Внедорожник разработали в Хабаровской компании «Соник Транс» по заказу правительства региона. Производство находится под личным контролем губернатора края Михаила Дегтярева. Такие вездеходы уже работают в зоне специальной военной операции. Машины отличные. Зарекомендовали себя с лучшей стороны на всевозможных испытаниях. Весь этот специальный транспорт пойдет в зону проведения специальной военной операции. Поможет нашим военнослужащим и сотрудникам успешно выполнять сложные боевые задачи. Во время ходовых испытаний на территории Хабаровска обнаружили, что двигатель автомобиля и водителя нужно защитить от грязи, летящей из-под колес. Вездеходы оперативно доработали. Кроме того, производитель модернизировал раму и упростил конструкцию системы подачи воздуха. В этом году компания «Соник Транс» вступила в нацпроект «Производительность труда». Это позволило предприятию найти слабые места на производстве, устранить потери и получить экономический эффект. Более 55 миллионов рублей, которые направили в том числе на модернизацию баги и рафии. До конца года еще шесть таких вездеходов передадут управлению Росгвардии для отправки в зону СВО. Управление Росгвардии по Хабаровскому краю благодарит за предоставленный транспорт губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, а также всех тех людей, всех специалистов, которые причастны к разработке этих замечательных баги. Наталья Чернышева. Смотри Хабаровск. В инновационно-технологическом центре Тихоокеанского государственного университета студенты учатся работать с металлическими изделиями. Обучаясь основам работы на современном оборудовании, они применяют несколько видов обработки металла. Проектировать изделия, разрабатывать технологию изготовления этих изделий. Учим испытывать данные изделия на прочность, на жесткость и так далее. У нас здесь производственный цикл изделия от трёхмерной модели, либо чертежа, до изготовления всего этого дела. Сегодня в гостях в Тихоокеанском государственном университете 100 школьников из города Дебальцево, Донецкой Народной Республики. Они участвуют в федеральном проекте «Университетские смены», который должен помочь им выбрать будущую профессию. Для старшеклассников, которые не могут определиться, куда поступить, это очень актуальная тема. Университетская смена сделана для того, чтобы детей был выбор, куда поступить, потому что очень тяжело, не зная мест, выбрать университет. Но, если честно, этот университет пока вместе лидирует. Дети действительно видят учебные заведения по всей стране, не только в родном городе или в родном регионе. И у них уже больше выбор, куда поехать учиться. Посмотрят, какие новые профессии, то, чего у нас нет. И действительно, уже обзор будет больше и выбор больше. Большинство учеников и педагогов из Дебальцево остались под впечатлением от Хабаровска и образовательных программ вузов города. Город превосходный. Я в восторге. Считаю, что дети тоже. Они, когда ехали сюда, были очень завороженные. Мне говорят, Анастасия Алексеевна, тут очень хорошо. Мы бы хотели приехать сюда еще раз. Кроме экскурсии по вузу и его лабораториям, школьники познакомились с ректором, преподавателями и студенческим активом ТОГУ. Мы готовим специалистов по практически всем направлениям. То есть, кем бы вы не хотели стать в дальнейшем, с огромной долей вероятности, мы сможем дать вам нужное образование. Для того, чтобы себя потом в профессиональной области реализовать. В Хабаровском крае школьники и студенты из Дебальцево пробудут до 26 ноября. За это время они познакомятся с остальными крупными вузами региона, а также побывают на экскурсиях по достопримечательностям Хабаровска. Игорь Сукачев, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Софья Васильева внимательно слушает директора Центра занятости населения. Этим летом девушка решила найти подработку и устроилась в кафе официанткой. Больших денег не заработала, зато получила бесценный опыт. Я работала очень много, с самого раннего утра до, ну, сейчас ночью могла уйти. Работала где-то с 9 утра. А заработала, ну, может быть, от силы 5 тысяч около того. По закону несовершеннолетние не должны работать больше 4 часов в день. Большинство подростков об этом не знают. Зато работодатель должен быть в курсе и не эксплуатировать учащихся больше положенного. Сначала я об этом, кстати, даже не знала. Я потом так об этом узнала. Но платили хорошо поэтому. Школьников предупреждают. От разочарований спасет официальный трудовой договор. Если делать это через Центр занятости, можно получить к зарплате дополнительные средства. 1800 рублей. Работодателям тоже может быть выгодно принимать молодежь на работу. Работодатель может возместить расходы на заработную плату за первый, третий, шестой месяц молодым людям в возрасте до 31 года включительно. И в этом году у нас данным постановлением, федеральным постановлением, воспользовалось 199 работодателей. Летом или в свободное от учебы время школьники могут подрабатывать на озеленении города, в сфере благоустройства, курьерами, официантами, помощниками в регистратуре и библиотеке. Стаж учитывается при начислении дальневосточного коэффициента. Эта надбавка составляет всего 30%, зарабатывается в течение полутора лет. За первые полгода начисляется 10%, за год работы 20% и за полтора года 30%. Соответственно, если у молодого человека есть уже зафиксированный трудовой опыт, вот этот опыт тоже войдет в учет стажа для начисления этих надбавок. В этом году порядка 50 работодателей предоставили около 400 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних через центр занятости. Это гарантировало подросткам своевременную выплату обещанной зарплаты. Наталья Чернышева, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Жители 30-го дома на улице Покуса наверняка знают номер своей управляющей компании наизусть. Звонить туда приходилось часто и практически всегда по одному поводу. Собственники требовали отремонтировать крышу. Их часто заливало, на стенах образовывалась плесень, но ситуация не решалась несколько лет. Потому что просто направлять жалобы недостаточно. Чтобы крышу многоэтажки отремонтировали, собственники должны договориться между собой, направить свои взносы на капремонт конкретной цели. Так и поступили жители Горького. На счету 30-го дома по улице Покуса накопилось чуть больше миллиона рублей. Не хватало еще восьми. Их владельцы квартир заняли у краевого фонда капремонта. Они бы собирали их еще лет 15, наверное, как минимум, а то и 30, чтобы просто отремонтировать кровлю. Благодаря тому, что дом находится на счете регоператора в общем котле, собственники помещения смогли реализовать эти работы, грубо говоря, заняв деньги у фонда капитального ремонта. Это хрущевка 1980 года постройки. Крышу здесь капитально никогда не ремонтировали. Теперь пятиэтажка под защитой от осадков. Причем заменили кровлю, ограждение и ливневки довольно быстро. Меньше, чем за пять месяцев. Объект сдали практически на полгода раньше намеченного срока. Как это удалось? Мы, в принципе, стараемся не тянуть, потому что понимаем, что люди тут плакали не один год с этими деревьевыми крышами. И управляющая компания, потому что мы работали на соседнем доме, они просили, ребята, говорят, очень проблемный дом, люди страдают. И попросили пораньше, то есть мы постарались. Снег уже прочно покрыл краевой центр, включая крыши многоэтажек. Поэтому сезон их ремонта в этом году завершен. За 23-й краевой фонд капремонта успел привести в порядок 46 хабаровских кровель. Многие работы выполнены именно благодаря займам, которые взяли собственники. Люди заимствуют очень часто. Есть дома, конечно, без заимствования, но это очень редко. Поэтому в основном идут займы на крыши, занимают у фонда, ну а потом возвращают. Крыша – это на сегодня, наверное, самый актуальный ремонт. С крыши начинается все. А всего в этом году в Хабаровском крае за счет регионального фонда капремонта восстановлено 110 крыш. Мария Шулешко, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск. Я почувствовала резкую боль, стала метаться, пыталась себе помочь. Позвонила мужу, просила помощи. Но он скорее приехал, вызвал скорую помощь, меня увезли сюда. В июле жизнь Ксении Андреяновой и ее семьи разделилась на до и после. У нее случился геморрагический инсульт. Молодая мама троих детей, младшему еще нет и года, впала в предкоматозное состояние. Ее дважды оперировали в краевой больнице имени Владимирцева. Вы знаете, меня очень быстро поставили на ноги. Это бесспорно. Был слуга специалистов грамотная. Ну, просто сработали идеально. Я говорю, я вспомнила письмо Татьяны Конегину полностью. Врачи подчеркивают, быстро восстановиться после инсульта пациентам помогает общее состояние организма, а также программа искусственного интеллекта и модернизация оборудования. В рамках нацпроекта здравоохранения за несколько лет здесь, например, установили новый магнитно-резонансный томограф. Мы используем искусственный интеллект, который оценивает очаги ишемические. Мы получили ангиографическую установку, на которой, собственно, и оперируются пациенты с ишемическим инсультом. Летальность от хирургической патологии сосудистой после старта нацпроекта упала в два раза. Программу искусственного интеллекта больницы имени Владимирцева предоставил несколько лет назад Сбербанк. Она не заменяет врача-орентгенолога, но позволяет ему быстрее увидеть область поражения мозга и принять решение о лечении пациента. Мы видим, что он нам оконтуривает подозрительные, по его мнению, области. И, собственно говоря, наше внимание всё будет сконцентрировано в первую очередь на вот эту зону. Здесь уже имеются признаки инсульта ишемического, как прямые, так и косвенные. Например, один из косвенных признаков – это уплотнение средней мозговой артерии. Видите, он такой яркой белой точки. Сэкономленные 10-15 секунд на каждом снимке складываются в минуты, затем в часы. В итоге компьютерные технологии помогают врачам помочь большему количеству пациентов и уменьшить инвалидность среди тех жителей Хабаровского края, кто перенёс инсульт. Наталья Чернышёва, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Ну, что я считаю, дома лишнее уже. Сын ко мне почти с больницы пришёл, я его почти не видела. У внук тоже пришёл, что ко мне не это самое. Тому только эти надо. Деньги? Да. Ещё в начале года Людмилу Красноруцкую третировали самые близкие люди. Внук чесала бабушку кулаки, сын жила у маме скорой смерти. Сейчас она живёт в центре соцадаптации и ждёт очереди в дом-интернат. Всю жизнь Людмила Васильевна работала, не покладая рук. Больше 30 лет на мебельной фабрике «Заря», потом ещё 10 – в детской инфекционной больнице санитаркой. О трудовых буднях с гордостью рассказывает появившимся подругам. На хорошем счету была. Порхала, как белка в колесе. С первого на четвёртый, с четвёртого на первых бегала. И на мебельной так же таскала. Андрею Бабкину чуть больше 50. Всю жизнь работал сварщиком. Но золотые руки бесполезны, когда тебя парализовало после инсульта. В центр соцадаптации Андрей позвонил сам. Понял, что в частном доме без помощи просто погибнет. Не смог бы свой дом. Там надо же всё это и дрова, и забить печку, и я бы не смог. Дети, жена тоже нет. Как здесь ухаживать? Отлично. Отлично. Всё отлично. Я рад, что здесь обратишься к ним. Рад, что обратишься к ним, и так помогли. Андрея забрали. Он проживает где-то в южном микрорайоне. Как рассказывали специалисты, это кто-то... Ну, в общем, поручи позвонили и попросили приехать посмотреть. Они ездили туда, посмотрели. Там условия для проживания невозможные. Вплоть до того, что просвечивает небо. Центр социальной адаптации на Красной речке рассчитан на 50 человек. Одна женская палата на 10 коек. Остальные предназначены для сильного пола. С наступлением холодов люди без определенного места жительства смогут найти здесь временный приют. Сотрудники центра помогают им оформить пенсию и инвалидность. Наступят холода. Естественно, нам будут звонить и приезжать, и просить, чтобы мы разместили их у себя. Практически нам их размещать негде, потому что у нас 50 кулок. Но бывали времена раньше, когда, ну как, не выгони же человека на улицу. Сажали, вот сидели у нас на стульях, чтобы потом кого-то перевезти куда-то. Но всё-таки не бросить на улице. Всё бы хорошо, но центр – не лечебное учреждение. А значит, деньги на лекарства и подгузники государство выделить не может. Тем, кто получает пенсию, покупают необходимые сотрудники центра. Тем, у кого финансовой поддержки нет, помогают благотворители. Мы без права лечения. У нас лицензии только на перевязки. Поэтому нам ни лекарства не выделяются. И у нас также не выделяется одежда. Не выделяется. Естественно, кто с пенсией, мы им можем купить одежду и всё прочее. А так мы просим нам оказывать благотворительную помощь. И люди привозят. А ещё полгода назад здесь сломался единственный телевизор. И подопечным центра стало совсем тоскливо. Ни новостей не узнать, ни фильм посмотреть. Нужен телевизор? Да. Нужен. Нужен? Да. А без телевизора ни туды, ни сюды. Скучно. Узнать, в чём ещё нуждаются подопечные центры социальной адаптации, можно, позвонив по телефонам, которые вы видите на экране. Помочь постояльцам может каждый. Наталья Чернышёва, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Почта на сегодняшний день становится таким центром подтяжения. Есть сёла, куда не зайдёт ни Вайлдберрис, ни Озон, ни Яндекс. К сожалению, есть. И там только будет здание почты таким столпом стоять, то мы на вас очень надеемся. Давайте вместе развивать нашу территорию отдалённую. Говорится, забота о гражданах – это самое важное, что у нас есть. Модернизации почтового отделения в селе Восточное местные жители ждали несколько десятилетий. Пункт обслуживает более трёх тысяч человек из сёл Восточное, Чистополье и 14-й километр. Но основные посетители отделения – около 300 человек – это пенсионеры, которые минимум раз в месяц приходят на почту. Работе со старшим поколением здесь уделяют большое внимание. Это отделение, во-первых, соответствующее высоким стандартам технологическим. Мы меняем целиком мебель, мы меняем средства информационно-компьютерных технологических, мы меняем каналы связи, ускоряем работу. Мы делаем свою работу быстрее. Почтовое отделение отремонтировали по поручению президента о модернизации сельских отделений Почты России. Помещение изменилось до неузнаваемости. Раньше здесь были проблемы с отоплением, из потолка сыпалась штукатурка. Теперь пункт стал просторным, светлым и комфортным для посетителей и работников. Татьяна Ливанова работает здесь почтальоном больше 14 лет. И модернизации отделения она ждала сильнее всех. Мебель очень старая была. Вообще в ужасном состоянии была почта. Особенно стены. Это вот так вот завитушками все. Караска висела. И все это вот так. Особенно вот где входная дверь. Посетитель входит и на голову все сыпалось. Кроме получения и отправки посылок в обновленном почтовом отделении можно воспользоваться и онлайн-услугами. Специалист поможет зарегистрироваться на госуслугах, оформить пушкинскую карту и даже отправить документы для поступления в ВУЗ. Развернуты телекоммуникационные сети, цифровые сервисы, которые позволяют получить огромный комплекс услуг, не выходя с этого почтового отделения. То есть это достаточно такой комплексный проект. Это не только покраска стен, замена входной группы дверей или замена окон. Это действительно полнейшая модернизация и вообще, скажем так, формат перезагрузки почтовых отделений. Кроме того, в почтовом отделении теперь появилось медицинское оборудование. Посетители смогут бесплатно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела. Новым вызовом восприняли реализуемые на отделениях общества программы по оснащению отделений после ремонта. В том числе вот этим медицинским оборудованием. Это касается пульсоксиметров, приборы для измерения здоровья. Ведутся пилотные программы по опросам, которые позволяют на ранней стадии диагностировать некоторые состояния людей. Все это здесь тоже у нас есть. В этом году в Хабаровском крае после модернизации откроются еще пять почтовых отделений. Кроме пункта в Восточном, обновленные помещения будут принимать жители сел Бичевая, Красная и Лесопильная. А также два отделения после ремонта заработают в селе Лермонтовка. Игорь Сукачев, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. Контролируя российские заводы Балтика около 15 лет, европейский Карлсберг почти в два раза сократил местные сорта пива, заместив их своими брендами. За это датской компанией ежегодно вознаграждалась роялти процентом от выпуска своей марки на территории России. Плюс дивиденды. За все время из России в Европу ушло около 6 миллиардов евро. Летом президент Владимир Путин подписал указ о смене руководства предприятия. Так, доля датской компании Карлсберг перешла во временное управление Росимущества. Практически сразу был назначен президент Таймурас Балоев, который уже руководил Балтикой и стоял у ее истоков. Тогда, в 92-м году, именно с тройки началась история бренда «Балтика». Мы дегустационная комиссия нашего филиала, все профессиональные дегустаторы только собрались сегодня утром, продегустировали начало, так сказать, налива. А вы вообще помните этот вкус? Да, я работаю в компании «Балтика» больше 20 лет, соответственно, вкус мне этот знаком. Это такой визави для меня, понимаете, да. Золотой стандарт. Так сотрудники предприятия называют «троечку». Сейчас происходит осветление и перекачка в сусловарочный котел, где будет происходить кипячение и добавление хмеля, который мы используем. Какой объем получается с одного варочного котла? С одного варочного котла максимальный объем до 55 тысяч литров. И за смену? Ну, за смену мы можем сварить от 8 до 12 таких варок. Там много пива. Там много пива. Общий годовой объем Хабаровского завода – около 11 миллионов ящиков пива. Откуда берете солод и хмель? Солод – это наш агропроект. У нас есть для солодовни. В компании одна находится в Ярославле, другая в Куле. Соответственно, по агропроекту мы специально ячмень выращиваем. И этот ячмень потом транспортируется на наши солодовни. И там выращивается из ячменя солод. Этот солод приезжает к нам в Хабаровск. Извините, мы готовим пиво. Продукция пивоваренного предприятия пользуется спросом за рубежом. Например, эта партия готовится в Китай. Всего заводов «Балтика» в России 8. На Хабаровском предприятии трудится около 270 сотрудников. Больше половины налогов от нашего направления – это сельскохозяйство и пищевая промышленность – формируется за счет платежей одного этого предприятия. Компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Марьяна Гейт, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова